Тимиртауские дачники обвинили председателя собственного общества в мошенничестве. По их мнению, он украл собранные садоводами взносы. Пока длился скандал, дачный кооператив получил уведомление, что завтра его отключат от электроэнергии. В итоге, тысячи дач грозит гибель бесполива. Как решать такие проблемы, выясняла Людмила Батюшкина. Сами дачники называют этот конфликт войной в корыте. Они разделились на два лагеря. Один за прежнего председателя, второй за нового. Нового выбирали общим собранием. Он зарегистрирован в юстиции. Но прежние председатели часть садоводов считают выборы незаконными. И оспорили их в суде, причем выиграли. Но еще будет апелляция. Сейчас часть дачников несет взносы одному председателю, часть другому. В итоге образовался долг за свет. И сегодня услугодатель обещает его обрезать. Без энергии становятся насосы, подающие воду. Мы обращались в правоохранительные органы, восточный отдел полиции, прокуратуру. Нам говорят, что нет состава преступлений. 17 августа нам отключат свет. А нет света, нет полива. Видите, какая погода, жара, засуха стоит. Люди переживают. Еще надо все поливать. И огурцы, и помидоры. И все это трудно с марком. Наши взносы, понимаете, идут. И куда они пошли, на что они пошли. Мусор не вывозился. Полив был отвратительный в прошлом году. Столб воды был 10 сантиметров. Понимаете как? Мы поливали картошку по 3-4 дня. Сейчас, при Иване Ивановиче, мне хватило 35 минут полить огород картошку. За кого я должна болеть? За Ольгу Дмитриевну или за Ивана Ивановича? Сейчас дефицит электроэнергии. Они в одностороннем порядке убирают договор и подсоединяют другие фильмы. У них желающих очень много. Погибнут дачи. Как насосы будут работать? В дачном кооперативе больше тысячи действующих участков. И деньги крутятся немалые – десятки миллионов тенге. В энергоподающей компании ответили, что по договору с дачным кооперативом «Алма» тот должен оплачивать за фактический расход энергии и помимо этого еще больше миллиона тенге вносить вперед в качестве гарантийного аванса. На эти деньги фирма закупает энергию у единого закупщика. С июля так предписывает закон. В данной ситуации задолженность у них составляет по этому миллиону. Там по миллиону с копейками. Я точно не буду, но сумма, разговор идет, будем говорить так, про миллион. По предоплате. То есть в данной ситуации основной задолженности у них нет, но у них нет предоплаты на месяц августа. В связи с этим электроэнергоснабжающая организация неоднократно уведомляла устно, но и письменно уведомила о том, что будет отключение в связи с неуплатой данного дополнительного соглашения. Прежняя председатель ответила, что и сама готова уйти с этой работы, но поддерживающие ее сторону дачники просят остаться. Если новый председатель не оплатит долг, деньги внесет она. То есть оставить дачный кооператив без воды не позволит. Юрист предлагает дачникам договариваться. Раз сейчас такое спорное обстоятельство и только общее собрание может решить, как жить дальше, необходимо собрать новое собрание в августе месяце и единогласно всеми членами с книжками, с земельными участками, подтвержденные, не подтвержденные, собраться и единогласно выбрать действующего председателя, который и будет руководить данным обществом. Если садоводы не договорятся, то сами приведут к краху общества, которое считают оазисом. ПК «Алма» находится в отдалении от металлургического завода вместе с хорошей экологией на берегу реки Нуры. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.